Теплогенератор Урена Теплогенератор Урена Теплогенератор, руководитель сейчас Комиссии типа лже-науки по борьбе с ней и академии наук, как он не может понимать такую простую вещь, что генератор Урена же работает? Из КПД больше ста процентов, а мы знаем, что КПД больше ста процентов невозможно. Нет, но если из КПД больше ста процентов работает, значит, заведомо чушь. Но он у многих не работает, я потому что посмотрел один из роликов из таких, что Орин поставил его каким-то корейцам, этот самый теплогенератор, а они ему говорят, что у них КПД меньше 40 или 50 процентов, и видео им прислали, что он работает с низкой КПД. А Орин на это дело рассказывает, что он типа их раскусил. Мы советские люди, то есть российские, мы собираем свои генераторы при помощи кувалды и этого из убила. Притом фаску, например, с края стенки мы никогда не снимаем, а у них, у корейцев, когда они начинают сообразить, фаска аккуратненько снята в одном месте. Это означает, что они сделали подделку, а они использовали его оригинальный регенератор Орин. Я чуть позже объясню, откуда такое эта вещь-то. Действительно, часто эти люди, что Орин, что Потапов с компанией, они не понимают, как их штука работает. Самое удивительное, что их штука в определенных случаях работает, и этот принцип их работы, он не имеет никакого отношения к холодному ядерному синтезу, как они говорят. Откуда я этим занялся, потому что всякие слова, связанные с холодным ядерным синтезом, меня безумно возбуждают. Вот я извращенец, как бы, вот такой. Значит, что из себя представляют вот эти самые генераторы? Ну, обычный кипятильник воды, это просто кипятильник, протекает вода, и там стоит спираль, и она нагревается. Ясно, что все, что у тебя попало электричество, оно все попадает в тепло. И плюс контакты, плюс нагрев окружающей величины, то есть достаточно высокий КПД электричества, но все-таки чуть меньше ста процентов, да? Они предлагают сделать таким образом, что типа у них, например, уровень, оно вращается вроде бы там внутри два диска. Между ними создается кавитационная некоторая среда, то есть среда водная, движущая принципиально не ламинарным образом. То есть вся бурлящая, там, большое количество турбулентной, самое главное, вот именно, собственно, кавитация. Что такое кавитация? Очень много народу этот вопрос изучали или исследовали, и были различные точки зрения по этому поводу. Некоторые полагают, что бывают настолько сильные напряжения в воде, ну, там, винт, например, работает на большой скорости, что у нас, как бы, вода, как снеги, с пололочной поток, она развивается, и образуются шарики вакуума. Эти шарики вакуума потом схлапываются. А почему шарики воздуха? Ну, я хотел сказать и позже, что некоторые начали думать, что это шарики из воздуха тоже. Ну, значит, некоторые шарики вот такого вакуума, они схлапываются потом быстро, и у вас возникает высокое давление при этом, высокая температура. Другие думают, что такое кавитация. Кавитация – это то, что у вас в любой воде расправлен газ. Если ты начинаешь очень быстро вращать, то эта касса начинает собираться тоже в эти самые шарики, то есть воздушные. По сути, там, у тебя воздуха сделают, и они тоже как-то у тебя происходят какой-то эффект. Но оно разрушает бетон, разрушает металл, обгрызает винты у кораблей, у гидроэлектростанций, полностью откусывает целые лопасти, вот так обгрызает. То есть это очень интенсивный и очень мощный процесс. И что, именно кавитация, друзья, или трение? Кавитационный эффект, именно за счет кавитации. Но именно не трение. Если бы было трение, то она была бы ватна без спроса у вас, а она именно вот так, зуби-зубиные, выемки такие кавитационные возьмут. Именно кавитация. Ты берешь, что-то вращается на достаточно большой скорости, у тебя возникают некие трагулятные процессы, которые приводят к кавитации и так далее. Здесь точно так же. Вот работает кавитация, но понятно, что все, что ты положил эту энергию, ты раскрутил эту воду, что поздно или рано, она должна у тебя перейти в тепло, да? То есть, по сути, этот кавитационный примор, генератор, он должен давать КПД чуть меньше, чем просто обычного кептильника, потому что подшипники же тоже греются и все остальное. То есть, его КПД очень большое, но она его не полностью уровня. Вот в этом принцип уровня. У Потапова там точно такая же, то есть, в ней есть некая воронка, в нее поступает вода, и вроде как она делится на два потока. В одном потоке она становится слишком горячей, а в другом холодным более. Это была такая газовая специальная воронка, еще в начале века придумана, по-моему, в Винкере узвали, там, иметь скорости испытатель. Когда туда газ подавлялся, он тоже отбивался на два потока. Один поток был у газа высокой температуры, а другой холодный. То есть, вот такой примитивный кондиционер, вот таким образом его. Интересно, что поток из компании... Почему они не разделялись? Ну, вот как-то так вот они разделяются. То есть, там есть некая воронка, туда идет поток, холодный воздух отражается обратно и вынимается, а горячий воздух, он проходит... На каком принципу это разделение? Непонятно. Это не моя сегодняшняя задача. Я не буду это сегодня обсуждать. Я хочу сказать, что там тоже возникают, если сюда запустить воронку не газ, а воду, то там тоже возникают процессы сходные с кавитацией. И, в конце концов, Потапов говорит, что ему удалось подавать такие режимы температур и такие режимы отравлений, что у него аж там чуть ли не тысяча процентов КПД возникает. Ну, любой нормальный человек знакомый с термонинамики, говорит, что за чушь. Ты опускаешь воду, все, что у тебя там происходит, это происходит терроритрение, и никакого у тебя КПД больше 100 процентов быть не может. А что бы там не происходило? То есть, танки из суперядерной реакции, если бы там происходили, если бы там не может быть КПД больше 100 процентов? Ну, с одной стороны, они могут, потому что КПД он считает просто-напросто энергию, вложенную в начале на энергию, полученную в конце. Вот так он считает КПД. То есть система может меняться внутри? Внутри у тебя что-то с ней может происходить. Ну, например, если там идет ядерный распад, то ты можешь получить... Здесь КПД не так понимается, как термодинамики, да? Их ситуация, она такова, что они говорят, что у нас там типа кавитация, и у нас там происходят эффекты, сравнимые с высокими температурами и давлениями на этих пузырьках. Они возникают, давления высокие, поэтому у нас там происходит ядерный синтез. С другой стороны, никаких отходов этого ядерного производства они не проявили. Более того, они... У меня есть ядерный синтез тоже? Да. Кавитация возникает в ядерный синтез? Да, вот они так считают. А что же ввести в ядерный синтез? Вот я, да. Я этим вопросом поэтому и заинтересовался. С другой стороны, у них есть большое количество конфузов, связанных с этим делом. Ну, какая-то американская фирма затребовала у них этот реактор тепловой насос от Потапова, его отправили в Америку, он написал, как его надо испытывать, они мерили, но мерили там 70-80%. Про корейцев про уровень я тоже рассказывал. Есть замечательная тестопытательная идея, о которой я сегодня буду говорить, Синей Юйков. Он столкнулся с следующей задачей. Ему нужно было отопить два ангара, 300 квадратных метров, была артезианская вода и электричество, больше у них ничего не было. И он тогда, его хозяин попросил, поскольку он там автор большого количества изобретений, а поставьте нам чего-нибудь. И он туда предложил поставить такую штуку Потапова. Все зиму он их отапливал. Потом посчитали КПД, 70-80% получалось. И на каждом уровне есть такой ролик специальный, где двигатели другого какого-то изобретателя, а не Урина, поставили в каком-то ТСЖ на обогрев воды. И выяснилось, что опять, КПД там низкая, штука эта не работает. Но они... В 80% это очень-очень хорошие результаты. Ты знаешь... А двигатель среднего сгора никакой КПД? Процентов 40, наверное. Да. У дизеля максимум до 50, да. Ну просто для сравнения, чтобы понимать. Нет, нет, нет. КПД он простой. Тут КПД вообще под 100%. Когда ты просто греешь воду, ты просто засунул к кипятильник, у тебя КПД будет под 100%. У тебя вся полихронная спираль вот эта штука пройдет, она все перейдет в тепловую энергию. Причем провода нагреются. Ну конечно, еще провода нагреются. Но близко к 100% будет. И здесь тоже, если будет как всякое... Понятное дело, что твое электричество может перевести в тепло со 100%. Да, да, да. Поэтому вот люди так и говорят. Проблема я говорю в том, что люди... В этом ты нагреешь еще социальный механизм, который ты делал. Да, механизм, подшипник, еще чего-то. Правда, да. КПД его... КПД его... Да, и КПД его будет ниже КПД кипятильника. Должен быть по сути. Ну такой же. Вот если ты в эту систему замкнешь... Нет, нет. На механической системе... На механической системе всегда меньше. Да. Потому что там у тебя подшипников больше было, чем обычное кипятильник. Синейников ставит... Тогда, начиная на следующую зиму, Синейников ставит следующий эксперимент. Это рассказывает о независимом исследовании. Он ставит два кипятильника больших, два бака больших. И к ним еще на входе в качестве вот этого просто обычного насоса генератора Потапова. Начали считать КПД. Получилось 130-140%. Что происходит? Как происходит? Как такое может быть? Почему в определенных случаях это работает, а это не работает? Я смотрю интервью Урина и вижу, что он рассказывает, что Банашим, современным Гостом и СНИПом полагается, что контур должен быть замкнут. И у него везде был замкнут контур. Но... Это я уже из эксперимента Синейникова. Открывают воду из артезианской скважины. Контур должен быть замкнут. Но в действительности у них там несколько кранок. Они там моют волок, используют технических нужд. То есть их система не замкнута. Она все время пополняется новым этим видом. Поэтому я сильно подозреваю, что американцы, честно, когда им Потапов говорит, у нас система замкнута. Они пришли у себя, эту систему замкнули. Действительно, КПД у них низкий. Корейцы взяли ее без всяких там фасок, взяли, замкнули. Опять у них КПД низкий. В первом... Вот в чем дело. А у нас на практике, на совете все слова, они же никого не убеждают. Реально у нас все эти контуры тепловые, они реально слегка разоркнуты. Иногда вообще очень сильно разоркнуты. Поэтому ясно, что если мы хотим это дело объяснить, вот так и понять, почему, как это возможно, откидывая байки о холодном ядерном синтезе и всем прочем, то мы должны посмотреть, что же у нас происходит с водой. И что такое вода. И вот Синильников обратил мое внимание на это дело. С определенного рода аргументацией я его не согласен, но по сути у него абсолютно вероятна. Вот что такое вода, а чем она отличается от пара? Да? Спрашная сведа. Но она спрашная сведа. За счет чего? А счет того, что у нас вода, очень вязкая жидкость, она вся полностью обеспечена водородными связями. Что такое водородная связь? Когда у вас H2O образуется, то у вас водород, точнее кислород, перетягивает электронное облако из гравитационных вещей, да? Немножко в свою сторону. И в результате два атома водорода, торчащие под углом 104 градуса и еще 27 сотых, вот к нему вот так они торчат два. Вот здесь есть водород и к нему два атома торчат. Они оказываются как бы объединены. Электронами обладают слабым положительным зарядом. А кислород во всей этой среде образует таким образом слабым отрицательным зарядом. У нас образуются связи, которые мы считаем водородными. И легко увидеть, что прямых, не считая кислород там всяких, то соседним атомом можно образовать четыре. То есть ты можешь два водорода взять с соседнего атома и своими двоем водородами к его кислороду протереться. То есть объясняешь, что такое жидкость? Да, я объясняю, что такое жидкость. То есть получается с этой точки зрения у нас H2O, получается ничто иное. Не только H2O, любая жидкость? Не любая. Вот, например, жидкий азот, он не такой. У него нет водородных связей. Нет, я понимаю, но там как это другая связь. Да, может быть есть своя, но очень сильные и важные водородные связи. Теперь надо объяснить, что такое жидкое состояние вещества. Да. Почему водород здесь очень важен? Потому что он очень маленький, этот атом. И от него эти электроны очень легко можно оттянуть. Поэтому водородные связи такие сильные, их так много. И, по большому счету, когда мы имеем дело с водой, мы имеем дело не с отдельным H2O всегда, а вот с такими сложными конструктами. Водородная связь гораздо слабее к кавалитной связи где-то 20 раз. Кавалитной связи, которая образует собственно H2O. Но она со всех сторон, это дело, делаем ее связано. Вот. То есть, у нас получаются такие большие как бы кристаллики H2O, которые находятся, хотелось бы сказать, в стадии динамического рождовесия. Даже еще раз. Водородная связь еще чего образуется? За счет того, что слегка положительный атом водорода притягивается к какому-то постороннему. Отрицательный атом какого-то другого, например, кислорода. Ион в смысле? Ион. Они у тебя, все H2O у тебя находятся в некотором связанном состоянии. Кислород у тебя в этой ситуации, то есть электроны смещаются к кислороду, понимаешь, да? Не, я понимаю, я понимаю. А атомы водорода у тебя оказываются этими электронами обделены. В паре как? В паре как? В паре как? В паре как? В паре. Что значит паре? H2O на плюс H2O? Не, ну вот есть как бы другое состояние газообразное. Там все как бы восстанавливается. Там H2O. То есть там водородные связи. Там просто молекулы восстанавливаются и все. И каждая молекула отдельная. Каждая H2O, она отдельная. Она и связана с половиной. А здесь как-то когда они... А здесь H2O, они связаны водородными. Они как-то еще дополнительно соединяются все молекулы. Да, за счет водорода. И как и во льде. Знаете, кстати, что льдов питаются из 15 видов. Это уже твердое вещество. Они еще более сильные связи. Вот, к сожалению, для воды это не всегда так. То есть 14 из них, всех экзотических льдов, у них связь более сильная водородная. А в обычном льде она более слабая, чем в воде. В общем, интересно. Поэтому плотность льда, как вы знаете, меньше плотности воды. Ну, потому что там еще воздух, на самом деле. Там много чего еще есть. Нет, не воздух. Просто вот такая его гексагональная решетка так устроена, что она достаточно разряженная. Она достаточно разряженная. Если его сильно подавить, то он может перейти в другую ситуацию. Например, решетка воды, она может быть похожа на решетку алмаза. Если гексагональная вот такая обычно идет, он похож на агрофит. Только за счет ковалентной связи, которая у тебя есть в углероде, да? У тебя, вроде, играют значительно более слабые водородные связи. То, значит, у вас бывают модификации льда, которые похожи на алмаз, более крепкие. Известные романы. Известные романы. Симметричные какие-то графиты. Да. И там очень много. Там две кубических решетки. У них очень сложно разбираться. Но важно понимать, что в настоящий момент известная 15-летая льда всякого. Чем ты больше давишь, тем более плотный и более сильный. Ну, понятно, что даже лед на поверхности, и лед где-нибудь там внутри, который сдавлен там 7-7. Да, да, да. Там гигапаскалит некоторые последние модификации, и народ над этим трудится. Есть такой специальный спор, найдите еще один разновидный средак какой-нибудь. В природе существует как бы два. А как Снежинка объясняется ее 7000? Не знаю. Снежинка объясняется. Не сейчас не об этом речь. Вот я хочу сказать. То есть, у нас вода в этом смысле, она похожа на масло. То есть, такая-то вязкая, тягучая жидкость. Что у нас происходит? У нас постоянно там происходит система динамического обмена. То есть, часть водородных связей разрывается, в отличие от льда, кстати. А часть, но снова образуется. И вот у вас вот такие конгломераты молекул, они ходят. Почему это очень любят люди, которые интересуются камеопатией? Потому что получается, что у нас водородные связи, как бы, они образуют такие сложные комплексы. И считается, что ты возьмешь, например, туда засунешь какой-нибудь цинк, одно-единственное, атом. Потом ты его тут достанешь, а водородные связи типа того, что будут организованы таким образом, что они будут помнить об этом несчастном цинке. И человек, который в нынче опубликовал первые статьи по всем этому, о том, что типа помнит вода, да, вода обладает внутренне структуры, получил аж две Шенобелевских премии, потому что его проверяли и потом. И выяснилось, что у него два парня работала, которые находились в содержании гомеотипической конторы, которая у вас способствовала. Он сам не знал, но, судя по всему, они занимались ухлешенность своего пробирка. То есть гомеопатия, вот именно пытаюсь выяснить ее так, но гомеопатия… Не, но есть же версия, что вода живая. Ну вот, да. Тоже есть около научных версий. Из этого всего. Но на чем она основана? Основано, что у воды есть некая структура. Вот это самая структура. Не, а, кстати, действительно есть же развлечение – мертвая и живая вода. Это исходы? Или все-таки есть какие-то… Не знаю, я тебе хочу рассказать. Теперь мы можем понять, что вот эта самая вода, она образует вот такие здоровенные кластеры. И мы можем понять, что из этих водородных связей, поскольку у тебя, в отличие от льда, у нас нет плотной упалкованной структуры, возникают всевозможные пустоты. Да? Молодец. Да, вот в этих кластерах. Где-то вот здесь есть водородная связь, она вот так выгнулась каким-то образом. Сложенная такая водородная конструкция у тебя – вода. Она такие супер-малибу как бы состоит, получается, да, в основных на водородных связях. А здесь у нее пустое место и так далее. Что мы можем как раз делать? И если бы в воде были бы пустоты, тогда бы воду не использовали как… Пустоты не в том смысле, что просто там пустота. Эта пустота у тебя может быть заполнена другой, грубо говоря, просто H2O в растворенном этой воде обычно. В воде можно растворять H2O, то есть тоже в воду. Вот это странно, но это так. Ты вот эти всякие вещи. У тебя вся вот эта конструкция, она в прямом случае, она не обладает компактностью. Более того, известны эксперименты, когда люди проверяли и видели, что целая структура, как бы это уже вода, талая вода, но она структуру льда сохраняла от вода до 30 градусов. Мы все это тоже чувствуем. Говорят, что мы это не чувствуем, но все это чувствуем. Мы все же понимаем, что у талая воды другой вкус. Знаете, да. Я это чувствую. Семьянников это не чувствует. Я, Волин, не чувствую это. Ну, вообще-то, если ты дистиллированную воду убить, то тоже вкус будет другой. Хорошо. Ну, хорошо. Ну, вот про это я хочу сказать. То есть у нас вот есть вот такие вот здоровенные кластеры. Как эти кластеры привести к более-менее приемлемому виду? Да? А просто-напросто взять их и побить друг от друга. Что и происходит в кавитационной машине. Они берут вот эти два здоровенных кластера друг от друга. В результате они приходят к более простым, более обычным, симметричным кластеру. Энергия связи выделяется и в результате… Да, да, да. Энергия связи выделяется и в результате мы получаем, что у нас КПД получается больше 100%. За счет кавитации они вот эту структуру сложную, ломаную кривую, у которой возникает ломаная воды, превращают в более простую и более простую. То есть связь нужно затратить энергию? Небольшую. И получается, что ты тратишь энергии на разрушение связи меньше, чем сама связь? Да, да, да. Подожди, а что такое кипячение воды и превращение в пар? Разве не разрушение? Разрушение, полное разрушение водородных связей. Правильно. За счет внешней энергии? За счет внешней энергии. А ты говоришь теперь, что почему-то если их разрывает, что возникает энергия? Да, да, да. Точно так же, как почему у нас, скажем, уголь горит, да? Он же в обычной ситуации не горит. Вот ты ему предложил некую минимальную энергию, он загорелся и дал нам еще больше тепла. Здесь точно так же. А это что, цепная реакция возникает? Нет, здесь не цепная реакция, принцип тот же самый. То есть нам нужно дать некую элементарную энергию, эту самую, значит, водную среду ее таким образом упростить. И после этого, значит, после этого у нас появится некая дополнительная энергия, которую мы будем воспринимать как дополнительную тепловую энергию в нашей ситуации. Ну, как она, в этом смысле понятно, почему у нас... Подожди, а вот кипятильник, когда кипит вода, он же точно так же делает? Да. Так почему там не возникает дополнительной энергии разрушения связи? Потому что, ну вот, получается, надо было доску поставить, блин, то он почувствовал необходимости... Ну смотри, там все то же самое, точно так же пар испаряется. Какой принцип? Нет, подожди, если бы мы добивались испарением всей воды, да? Да, но ты же здесь не испаряешь воду. Там все... Ты не испаряешь здесь воду, ты не испаряешь воду. Ты приводишь ее к более низкой ситуации. Ну, представь себе, грубо говоря, атом, он находится в первом возбужденном состоянии, да? Да. А ты его каким-то процессом переводишь в основное состояние. То есть, ты его взял? Нет, это понятно, что с уделением энергии, да? А бывает же с поглощением энергии в таких же процессах. Бывает. А что здесь возникает, что было бы здесь с кипячением? Кипячением было бы, если бы ты это не перевел в более низкое энергетическое состояние, а наоборот, убрал его на бесконечность. Тогда бы тебе надо потребовать эту большую работу за третье, чтобы вот этот самый электрон ввести на бесконечность атома. Здесь точно такой же принцип. Точно так. Просто мы разрушаем, при эквитации разрушаем связи водородные. Нет, мы точнее, мы их не разрушаем, мы делаем вот этот кластер, водяной кластер их делаем более простыми, симметричными. То есть, все дефекты, которые у них существовали, мы разрушаем дефекты. Мы их перемешиваем. Потому что они разные какие-то? Разные. Я считаю, в отличие от Семенников, что они сильно разные. Мы их перемешиваем и делаем одинаково. Да, делаем одинаково. Ты эту структуру упрощаешь и, как следствие, очень часто, что мы превращаем все в пар, условно говоря. Внутри воды, мы превращаем. Так как в универ нет обратного процесса? Ну, пап, что такое? Отдельный молекул. Теперь по поводу, он будет, этот эффект будет, если ты, вот я делаю предсказание на сегодняшний день прямо на камеру, что если ты возьмешь такую через генератор урина или какую-то еще штуку, пропущенную эту воду долго и упорно, и потом пытаешься ее кипятить и мерить энергию тепло, которая при этом нужна, затрачивается, и утверждать, что для вот такой воды после генератора урина, его потребуется несколько больше, может быть, даже процентов на 10, чем если бы ты кипятил просто так, чем обычную воду. За счет чего? За то, что у тебя вот эти кластеры становятся более компактными, более оптимизированными. То есть тебе, чтобы их разорвать, потребуется больше энергии. В этом смысле Синельников совершенно правильно поставил простейший эксперимент. Он взял после своей реконструкции стакан с водой, взял контрольный стакан и взял стакан после бака и посмотрел, как они испаряются. Ведь испарение – это тоже разрушение этих водородных связей, они туда улетают. И выяснилось, что тот стакан, который прошел сквозь генератора Потапова, испаряется гораздо слабее. То есть вот это разорвать ее сложно. Ведь что такое процесс испарения теперь? Что я хочу об этом рассказать? Что такое процесс испарения? Это когда у тебя эти водородные связи находятся в ситуации постоянного перекидки с одного атома на другой. Здесь-то они сделаются, здесь они отсоединились. Не бывает, что у тебя отсоединяется H2O. И H2O у тебя улетает. Поэтому любая вода, у нее здесь на столе, она через 15 минут высохнет. Почему? Потому что у тебя идет этот процесс обмена водородными связями. Все время появляется H2O, это H2O улетает. H2O улетает, 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 улетает. Поэтому любая вода при любой температуре со временем высыхает. Почему? А если останется два? Чего? Димиры тоже разрушаются? Вот процесс кипячения, смотри, вот там какие-то образуются шарики. Шарики чего? Воздух, пара и кавитация. Вот я хочу сказать. Что такое кавитация? Почему они ее неправильно понимают? Это не растворенный воздух, это именно этот пар. Что когда ты вот эти здоровенные кластеры воды трешь один на другой, некоторые у тебя отваливаются вот этими компактными структурами, о которых я говорю, да? А другие у тебя отваливаются просто H2O. И H2O вот это и образуют вот эти пары шарики. Трение уменьшается, да? Просто они отваливаются, и образуется пара. В такой середе, в которой шарики трения же меньше, чем в густой середе, плотной, сплошной. Не знаю, не могу сказать. Получается ли так, что просто трение уменьшается? Нет, я хочу сказать, что здесь у тебя вот этот... Сопротивление уменьшается. Вот эти шарики в кавитации, это шарики пара просто-напросто. Обычная пара. Если ты когда долго трешь, 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 то у тебя образуется в конце концов пар. Этот пар в воздухе, в воде растворен, образуется в шарике, и она типа закипает. В этом смысле я могу объяснить такую интересную буддистскую игрушку, как, буддистскую восточную игрушку, как звенящая чаша, поющая. Это просто берется какая-то чаша из металла. И вокруг него бло используется стек ферритовый, по-моему, да? И она начинает звенеть, петь. Каждая из них поет на определенной частоте. Ну это как-то как бокалы шарики. Да и бокалы там можешь свистеть. Начинает водить по краю. Да, по краю. Здесь точно так же. Вот у них резонанс. Но не в этом интерес. А в интересе стоит, что если ты в нее нальешь воду, и будешь водить вот так этим стеком по ее призму, то поздно или рано, у тебя вода достаточно быстро закипит. За счет чего у тебя возникает? За счет того, что у тебя акустическая вибрация, как и наши трущиеся комбинационные массы, она, трущаяся масса воды, она точно так же у тебя начинает разрушать эти кластеры. И в процессе этого разрушения этого кластера у нас образуется и H2O. И H2O возникает. Она не то, что энергия является, а появляется H2O. Закипает вода на этом. Где она сгибает? На краях что ли сгибает? Нет, они в центре входят, она в центре закипает. Вот так. Картинку видео можете посмотреть в YouTube. Вот в чем дело. То есть при обычной, получается, что в этой звенящей буддийской чаше, по которой водится стеком, кипит вода. При обычной температуре комнатной, по 30 градусам, кипит вода. Но вот этот механизм, по которому я говорю, этот эффект очень просто и спокойно объясняет. Точно так же и в экспериментах Синьевенкова, он тоже это описывает, что когда температура воды у него повышалась в некоторых моментах, то она становилась мутная. Мутная за счет чего? Потому что у нас вот такой процесс пройдет. То есть видите, Синьевенков здесь как бы сделано достаточно много. Но хочу сказать о порядках величины. Но у нас, значит, энергия водородных связей для воды обценивается 40 кДжоули на море. То есть это приблизительно 2,2 мега джоуля на литр. Достаточно много. Почему? Потому что когда горит бензин, это у нас 42 мега джоуля. То есть где-то в 20 раз больше всего. Если мы считаем, что вот это упрощение кластерной структуры воды, пока мы имеем хотя бы 10% от водородных связей, их на этом заработает, то мы понимаем, что прогоняя в кавитационной машине 200 литров воды вот такой чистой, мы получаем примерно 1 литр бензина. То есть есть такая метафора горение воды, да? Вода как бы горит. Получается, что у нас в обычной, вталой воде запасена энергия лишних водородных связей. Эту энергию лишних водородных связей мы можем мутилизировать таким образом. Это приводит на определенные температурные... То есть это надо специальную воду добавить? Обычную воду надо добавить. Тебе надо самораживать, чтобы цикл не был замкнут. Потому что если замкнут, ты ее уже использовал... А, вот именно поэтому замкнутый цикл не дает? Поэтому ни у американцев, ни у этих ребят, ни корейцев она не работает. Почему? Ребята честно взяли и замкнули, а те потом... Ты подумаешь, что если замкнутого цикла не будет, то что каждый раз будет вода прибывать. А куда ее убирать? Сливать. Ну это же тоже прибыл. Поэтому надо... Странный же как бы... Вот двигатель, да? Туда где вода вся сливается. Ну вот так означает, что у тебя должна быть некая потребность еще в этой воде. Поэтому его экономическая эффективность выглядит для меня чрезвычайно спорно. Не понятно, как ее использовать. И она делается о том, что ты нагреваешь свежую воду, за счет этого имеешь некий бонус в свой дополнительный определенный к этому. Там 20-30 процентов. Ты можешь подобрать такой режим, когда у тебя будет всего лишь мало энергии тратить на кавитационную машину. Но кавитационная машина будет у тебя давать и КПД, и тысячу процентов. Скорее всего это в районе где-то 65 градусов такая штука бывает. Но к чему это пройдет? Пройдет потому, что у тебя, грубо говоря, температура воды повысится от 65 до 68 градусов. Ну и чего? Чего ты будешь с этими тремя гауссами делать? Они тебе зачем? Вот еще, знаешь, такой вопрос, если сразу вспоминается. Дело в том, что вот есть такое понятие, как свежескипяченая вода. Почему-то в ней лучше заваривается чай, почему-то она, как бы, вкуснее и прочее. И во второй раз, когда ты кипятишь, уже почему-то вода становится другой. Это че все-таки? Это связано с тетей, что она более дистиллированно становится или она много связано с тем, что ты рассказываешь? Может быть, не знаю. То есть в первый раз допустим вода винди действительно ее доводят к кипению и, как я понимаю. Дело в том, что наверное вода спица, тонрав structure, сложная с� psychologists в списке. Но в своем мире ведь нужно просто знаете что л Nom further, А почему чай заваривается лучше? Не знаю. Я не знаю, что чай солили, а стена седает на стенках чая? Я думаю, что заваривание в воду. Дистиллированная вода не интересна. Дистиллированная вода, она не вкусная. Но уж совсем дистиллированная она не становится при кипячении. Не становится. Поэтому я считаю, что какой-то механизм другой, чем оседание солей. Просто это тоже прикладной вопрос, да? То, что я рассказываю, можно этот эффект назвать водяной кластерной революцией. А можно назвать просто с горением воды? Почему она же не горит? Потому что она дает энергию дополнительно. Но горит, это когда что-то окисляется. Зачем так называть? Ну, в кавычках. Она не горит ни фига. Она вот так. Это же своего рода каландра. Здесь, в чем она, сказать, я все время рассказывал, как Синейников был прав. В чем он был не прав? А не прав он был то, что он свел структуру воды двум видам. Он полагал, что эти водородные связи делают такие из воды обручи. По восемь молекул и по шесть. Чудо. Ну, вот они вот, что вот ее структура она такова. На мой взгляд, она не такова. Что она вот именно такая, имеет сложную более структуру. Там большое многообразие различных кластеров существует. И не то, что я могу рассказывать Синейников. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Он полагает такую вещь, что у тебя вначале есть 8-молекулный кластер воды. То есть кольцо такое. Потом, когда ты его отрешь, оно превращается в 6-молекулный кластер. И отсюда две молекулы в качестве пары. Они вылетают. И еще появляется некая дополнительная энергия. То он вот так полагает. Я вот здесь с ним по поводу такой простой структуры не согласен. Но я хочу заметить, что у нас в обычной воде, которая находится у нас на артезианской скважине. Особенно после Тайнии. А морская вода? Тайнии, да. Но там везисолье много. Тоже, наверное. Просто ее много и можно было бы сливать обратно. Ну, понимаешь, здесь смысла особого нет. У тебя же все равно, у тебя главный источник энергии, это будет трение воды друг от друга. Это надо, потому что нам дает тепло. А эта штука у тебя даст некий дополнительный бонус всего лишь. Что у тебя планируемые 90% превратятся в 110-120. Это приятный бонус. Никто не спорит. Вот в этой штуке у него там 130-140 получились. После того, как он в бак этого штука упасал. Не проще тогда просто бензин добывать? То есть в смысле нефти, если нефти бензин делать и прочее. Проще. Но зачем тогда придумывать какие-то генераторы, которые основаны на каких-то эффектах частных? Экономические выгоды от которых невелика. Но по поводу экономической выгоды, на самом деле в Молдавии и Украине, как я начал читать, есть прямая выгода. Потому что там действительно эта штука по эксплуатации достигает 600%. А еще знаешь, где можно? На этих гидроэлектростанциях. Там же вода сбрасывается и она проходит потоком. Ну. И быть может как-то это можно использовать? Ну быть может. Ну хорошо. Рассказывай, какая у них была вещь, оказывается, в Республике Молдова. А у них вещь была очень забавная. У них было два тарифа на электричество. Один, если ты используешь, например, для работы станков, был более низкий тариф. А более высокие, если они узнавали, что ты кипятишь воду и грешь в помещение. То есть у них было два тарифа. И промышленность. Да, и не промышленность, даже промышленность. То есть если ты ставил кипятильник у себя в цеху, кипятильник стоял, ты сразу же получал другой тариф. Потом была задача – получать тепло, не ставить кипятильник. Ребята ходили таким образом, что ставили капитационную машину Потапова, какую-то, ну не знаю, какую-то другую, которую постоянно ты себе, грубо говоря, электродвигатель всего лишь. У тебя электродвигатель. Поэтому ты работаешь с ним с тарифом по электродвигателю. И на самом деле ты зарабатываешь очень даже прилично свой бонус. А нельзя это понимать, что электродвигатель же, какая-то не есть, но механическая энергия. Есть какая-то передача механической энергии в тепловой переход. Так всегда. Всегда, когда ты что-то трешь, то ты что-то надеваешь. Нет, ты говоришь, что бонус только… Есть бонус за счет передачи механической энергии в тепловой, А есть бонус другой, за счет разрыва внутренних связей. Есть бонус, связанный с тарифом названия в Молдавии, и есть бонус за счет связи. Ты говоришь про машину Потапова, а просто взять любой вентилятор, и прогонять воду через вентилятор. Вентилятор быстро крутится, передает механическую энергию в тепловую. Будет же передача? Да, будет. Ну, будет. Получается, что всякий вентилятор будет своего рода кипятильником. Да, каждый вентилятор будет кипятильником. Отсюда вот эти 90-80% они зарабатываются насчет этого. Любой у тебя вентилятор, то есть, грубо говоря, любой винт, он у тебя работает как кипятильник, потому что он воду возмещает, вода там побурькает, побурькает, я с этого начал. В конце концов, вся ее энергия механическая перейдет в тепловую. А он, конечно, ее нагревает. Но за счет этого есть еще у тебя и бонус. Бонус за счет связан с упрощением классной структуры воды. Ты упрощаешь воду как бы, делаешь ее более симметричной. То есть, то есть, ты имеешь обычную воду... То есть, надо объяснить, почему свыше больше, чем 100%. То есть, у тебя, да, это я пытаюсь объяснить. Точнее, Синельников это объяснил, я излагаю. Вот за счет у тебя вот это вот такие вот странные эффекты возникают. То есть, то, что ты делаешь, имеешь воду обычную, то она как бы смесь различных возбужденных состояний. На атомном языке я говорю. А когда ты друг от друга потрешь хорошенько вот эти кластеры, то ты переходишь в эту ситуацию в более простую. То есть, ты осматриваешь в основное состояние всей системы, основное состояние, или близкое к нему. И за счет этого ты имеешь свой бонус. И этот бонус достаточно приличный. Если мы его оцениваем в порядка десяти процентов энергии водоводной связи, я говорю, через генератор угленно прогоняем... Ну, в ситуации, что у тебя в воде это просто распределение энергии неравномерно, причем, перемешивание ты просто не делаешь равномерное распределение, никакого тепла не выделяется. То есть, у тебя есть кластер, там есть энергия, а рядышком тебя нет кластера, там нет энергии. Примешиваешь, ты просто делаешь разнорожную среду и перемешиваешь, грубо говоря, энергию по всему объему, никуда она тебя не выделяется, она так же и остается в объявлении. Ну это в обычном время так и получается, что у тебя в одном штуке кластер, в втором кластере будет попроще, и они между собой перераспределяют водородные связи. Вот так вода и живет, в отличие от кристаллов. Ну так здесь вот так, в той машине тебе нужно эти связи разорвать принципиально, то есть тебе нужно, грубо говоря, из воды сделать отдельные молекулы воды, не связанные друг с другом. Тогда у тебя получится. Если бы вот то, что ты говоришь, это было простое бы закипание воды. Если бы твоя вся энергия тратилась на разрыв водородных связей, ты бонус бы не зарабатывал. Вместо этого тратил бы чудовищную энергию на кипячение воды. Так здесь откуда ты берешь эту энергию, это непонятно. Ну вот я говорю, вот эту аналогию я на доске не могу описать. Вот представь себе атом, который находится в первом... Нет, не понимаю. Нет, откуда бонус взят, мы поняли. Нет, я не могу понять, у тебя, грубо говоря, есть восьмикалечное, есть шестикалечное. Когда ты перемешаешь, у тебя все образуется... Однородное становится все? Нет, все шестиконечное становится. У тебя все становится шестиконечное, да. Все становится. Оттуда бонус. Нет, и эта структура оказывается более экономически выгодно, чем восьмиконечное. И разница энергии выделяется. Когда у тебя вода потаяла, она вся как бы, вот с точки зрения синельненького, она состоит из восьмиконечных таких звездочек, кубов, звездочек, двойными водородными связями связанными. Нет, это понятно. Вот. Потом она взялась и упростилась. Ты потёр эти колечки друг друга, они стали проще, стали проше. Это понятно. И ты получил некий дополнительный... Или а святая вода, если мы про воду? Ну вот это я уже не знаю. Святой Дух может войти куда-нибудь и образовать какие-то специальные кластеры, которые удерживают святости? Вопрос к гомеопатам, потому что вот этот лауреат Шнобелевской премии, он так до конца своей жизни и отрицал, что его сотрудники подделывали результаты экспериментов и считал, что он прав. А до этого он был настроен скептически. Нет, но есть же понятие «живая вода и мёртвая вода». Не будет отрицать. Да, некоторые песни исполняют и она типа это запоминает. Нет, дело не в этом. Дело в том, что одна вода вкусная, одна вода действительно идет на пользу, а другая вода она... Вкус воды очень часто зависит от примесей. Тебе же нравится, например. Но ты только что недавно говорил, что мне нравится талая вода, а не она имеет другой вкус. Да, потому что талая вода это действительно а-ля. Талая вода это по сути действительно. Может это святая просто вода. Тот самый вкус святой воды ты почувствуешь. Когда сосульку сосёшь? Что нужно машины объяснить? Я-то вообще полагал, что она может работать только в наших российских условиях. А почему полагал я? А потому что у нас трубы все ржавые. Она у нас весь ржавчиной в воде. Возвращается к воде. Если ты её хорошо потрёшь, то бьешься от раствора железа в воде. И по большому счёту полагал я. За счёт этого ты заработаешь тоже бонус. Ну ведь ты же когда кидаешь какую-то вещь, растворяющую например, соль, то у тебя часто температура воды попрыгнулась. Хочешь я тебе безумную теорию расскажу, о которой меня один человек рассказал. Дело в том, что вода когда по трубам проходит, она вот закручивается в такие, ну трубы же идут в пространство, они запутываются, да? И внутри вот воды, когда она по всем этим трубам доходит, доходит до квартиры, она вот такая запутанная. И чтобы вот эту запутанность убрать, которая почему-то вредна для воды, берут воду из-под крана, замораживают в морозильнике, потом оттуда достают. И почему-то вода там так замораживается, что в центре образуется какой-то странный мутный осадок. То есть лёд неоднородный. Внутри вот этого льда, который замораживается, есть какой-то почему-то в центре есть мутный осадок. И его мутный осадок выбрасываешь, и эту воду вот оставшуюся уже можно пить. И вот она утверждается, что вот этот мутный осадок есть и что иное, как вот эта запутанность, которая снимается на тему. Скорее всего, это просто жабчина, которая проходит сквозь наши дни. Нет, просто я тебе могу сказать, такие бывают теории в дорогах. Ну, видишь, самое смешное, что то, что она писала на самом деле, она работает. Вода от того, что она заморозит, и вот через эту гадость, она будет реально чище. Чего отрицать-то? То есть в этом есть какой-то эффект все-таки, да? Ну, это прямой эффект есть. Взял все это. Так все-таки, объясните нам или нет, в чем святость воды? Бывает вода святая, бывает нет. А святость ничего не могу сказать. Я боюсь, что это еще более тонкие материалы. Нет, ну, ничего. Вспомните, что в Крещенске морозы там купаются, да, когда вся вода во всем мире становится святой. Что так можно в ней купаться, не заболеешь, пить можно прямо с лужи, не заболеешь. Я думаю, что очень много надо. Нет, это никак не связано с кавитацией. С кавитацией, я думаю, не связано с Духом Святым. Да, нет, просто никто на небе, как бы, он просто точно так же включает машину, как там называется там, Потапова, только огромного мирового масштаба. И это и превращается в воду святой. На погоду святой. Да, да. На погоду святой. И целая бригада молдаван превращается, путем упорного труда, превращается в воду святую. Да, да. Я понял. Все, как обычно, все, кто попадает в ад и в рай, а молдаване попадают на работу, на стройку громадной гравитационной машины. Я понимаю. Да, это такая вот вещь. Ну, по крайней мере, вот это… Не исчерпывающий вопрос о воде, конечно, не исчерпывающий. Сложная вещь. Сложная вещь. Я вам чуть позже, ну, не знаю, сегодня порядок буду об этом рассказывать. Могу сказать, что с водой, с образованием бригада я имею задачу, с которой я реально не могу вышли. Вот. Такая вот у нас вещь. Ну, что нам, что здесь особо интересно? Интересно здесь оказывается следующий факт, что группа инженеров в нашей стране изготовила машины, которые они не понимают, как они работают. Тем не менее, на этом основном, как работают, авторитетные физики во главе комиссии по лаженауке и лично Евгением Александровым принципы их работы отрицают, что это быть не может, что они там КПД больше 100%. Тем не менее, эти штуки серийно производятся, и многие кто их представляет. И похоже, что Синельникову удалось объяснить их работу, принцип работы. Значительно позже, как они появились. И действительно, в определенных смыслах, кое-где, в кое-каких условиях, они действительно могут давать к определенному роду экономическим. На мой взгляд, очень незначительный. Но кто знает, где же не рожане спят. И очень важно понимать, что эта вещь к холодным ядерам с ним не имеет ни малейшего отношения. А не проще, не проще, в смысле экономически, на крыше ветрики поставить и использовать энергию? Проще, проще, проще. Просто брать и гипятить бонер этой энергией, да, это проще. Просто взял ветряк, зимой у тебя работает, у тебя холодно, а ты кипятившим энергией. А чего нет-то? Просто то ветер есть, то ветра нет, сам понимаешь. Слышишь, ты батарейку повезешь. Ну батарейку-то зачем? А ветряк очень хорошо, зимой же весельный ветра дует. Да. Зимой же весельный ветра дует. Раз. Во-вторых, у тебя вся проблема стоит, когда ты хочешь с ветряка снять электроэнергию, она в том, что ее сложно превратить эту энергию, вырабатывая ветряком, чем какой-то приличный и пристойный вид. Тебе же нужен ток определенной частоты и определенной амплитуды, ток более-менее. А кипятить более с горячей водой, это как нефиг делать. Тебе какая разница, с каким током он кипятит? Кипяти себе и кипяти. Поэтому за счет ветряка реально... Можно отопление сделать, да? Отопление. И получается патологическая ситуация, что ты топишь, можешь стараться ветряком, плюс ты его накопил там таким образом, да? Стоит у тебя большая цистерна горячей воды, и она так хранится в таком области, в термоскопе. Термоскоп, когда тебе нужно сливать, в зависимости от того, есть ветер или нет ветер. Это неплохая вещь, неплохая вещь. В каждую квартиру по ветряку? Ну, я с этим не в квартиру. Не каждый дом, да? Каждый личный дом. Постоянный небольшой ветрячок, кипятит бойлер. Но вот другое дело, что опыт показывает, что на этом фоне ты не сможешь даже дом в наших условиях обокреть. Энергии все-таки мало. В ветряке должен быть здоровым и дорогим. Казалось бы, там же плавно простая технология. Простая, но все равно он должен быть здоровым и дорогим, потому что энергии тебе для обогрева нужно больше. И самое главное, тебе все равно нужно топтать, все равно будешь подключаться к электроснабжению, потому что тебе уже обычный топт для компьютера, холодильника и чего-либо еще нужно. Слушай, а у нас ядро планеты теплое, почему туда как-нибудь не пробуриться, и оттуда тепло как-либо? Буем, будем. Не, а на самом деле почему? Сколько? Ну мы будем что-то. Нет, ну реально, там же внизу тепло. Есть же те самые термоисточники, используют термоэнергию. По-моему, где-то в Весландии. В смысле, гейзер имеет тепло? Да, тепло, геоэнергетика. Не, не геоэнергетика, а геоэнергетика. Есть такое? Да, работает тоже. На кипятке, на парень. Чего тут не бывает. Геоэнергетика. Спасибо.